Всем привет! С вами Валера. Хочу сказать большое спасибо всем моим подписчикам, также всем зрителям, кто смотрит мой канал. Всем вам большое спасибо! В этом небольшом таком видео я вам покажу свои такие небольшие, то что мне удалось сделать за последнее время по вахтовкам своим. Как я вам и показывал, я начал пока нет погоды такой, я не могу покрасить кунги. Я начал делать еще кунг для автомобиля ЗИЛ-130. Покажу, что я сделал дополнительно по кунгу для Урала. Вот вы знаете, что я собрал кунг. Я единственное здесь внутри, вот можете видеть, наклеил две таких вот направляющих. Они отступил буквально миллиметр от края, вот от края отступил миллиметр и приклеил две такие направляющие. Для чего это я сделал? Дно кунга, оно будет фиксироваться как вот на этих двух направляющих, так и на вот этих точках. Это сделано для того, чтобы дно не прогибалось. И так же самое я сделал две такие же направляющие на автомобиле ЗИЛ. Вот которая будет идти вахта у меня. Здесь тоже вот одна направляющая, тут вторая. Что я сделал уже по кунгу для ЗИЛ-130? Это я вот уже нарастил и обработал именно расширение, расширители арки колес. Сделал вот с двух сторон. Вот можете посмотреть, вот они с двух сторон. Так же самое сделал здесь глухие окна. Все это тут зашпаклевал эпоксилином. Так же самое сделал здесь зашпаклевал эпоксилином, кое-что шпаклевкой. И вот получается уже данный кунг готов у меня к покраске. Осталось только немного тут даже, как говорится, дождаться такой погоды, чтобы можно было это все на балконе покрасить. Все, окна я сюда так же само уже вырезал с пластика. И они уже готовы, лежат, ждут, когда уже будет кунг собранный, чтобы поставить на автомобиль. Сделал такой салон. Это салон от Урала. Нет, это салон ЗИЛ-130. Наклеил сюда на пол бархатную бумагу. Бархатную бумагу наклеил на ПВА и края чуть-чуть прошелся суперклеем. Сделал вот такой вот салон. Поставил сиденья. Правда тут сиденья два вида у меня установлены. Передний это от УАЗика 469. Задний от автомобиля РАВ. Вот такой вот у меня получился салон. И вот я даже вам покажу, если я его вот сюда буду ставить, ставлю на автомобиль. Вот видите, я его поставил. Все. У меня получается, он стоит ровно. И вот так вот будет вам видно, внутри будет выглядеть салон. И если даже я вот поставлю его на автомобиль данный Кунг, что он будет у меня вот смотреться вот так. Вот показываю, как он будет стоять на автомобиле. Вот так вот уже все расширители колес я сделал. И вот такой будет вид сбоку с одной стороны. Сзади будет вот такой вот вид. Сейчас немножко это пока еще не приклеено. Просто показываем. Конечно, тут еще будут сзади установлены брызговики. Установлено запасное колесо снизу. Установлен сюда будет бак. Но это уже потом при сборке. А так вот вы можете видеть, что получится вот такой вот ЗИЛ вахта. И так же самое сделал салон для автомобиля Урал. Так же самое сиденье я здесь использовал от вахты ЗИЛ-131, которая у меня осталась. Сделал из скрепок под ножки такие. Так же самое приклеил бархатную бумагу. Установил вот сиденье. Частично тоже тут сиденье пришлось от УАЗика поставить. Ну, я вам покажу. Вот сейчас я его вот одену. Как он будет смотреться на автомобиле. Вот так вот будет смотреться салон. В принципе, салон будет смотреться очень интересно. И вот так же. Вот за счет этих направляющих, как я говорил, внутри которые я приклеил, салон автомобиля, салон днища будет стоять плотно и не будет прогибаться. И для того, чтобы вы видели, покажу, как в итоге у меня будет смотреться две вахтовки, которые я практически уже сделал. И осталось только их покрасить. Вот вы можете видеть, что вот вахта Урал. И вот вахта Зил. В принципе, вахтовки одинаковые. Это оба донора я использовал от автобуса КВЗ Технопарк. Единственное, что здесь козырек я оставил как есть. А с этой стороны козырек я сточил и закруглил. Хотя, конечно, можно еще и этот закруглить, но я его оставлю как есть. И получается, вот вы можете видеть, что вот два таких вот автомобиля вахта у меня будут. И осталось только их покрасить. Поэтому вот я так потихоньку уже все-таки доделать надо уже эти два проекта. И уже приступать к другим проектам, которые у меня уже готовы и лежат, ждут своей очереди. Поэтому вот такой вот небольшой ролик посвящен тому, что я смог пока сделать. Потому что все равно, скажу честно, после операции организм восстанавливается не так. Нога восстанавливается хорошо, как хотелось бы. Но, тем не менее, постараюсь уже что-то делать и чем-то заниматься. Поэтому всем вам большое спасибо. Большое спасибо всем, кто оставляет свои комментарии, кто подписывается на мой канал. Всем вам большое спасибо. С вами был Валера. И до встречи. Пока.